Придумываю, тут у меня информации никакой нет, но вот по внешним признакам. Ну а теперь на ринге вновь появятся супертерловесы Шандар Балаш, венгерский боксер. Его 16-й бой. 7 побед, 8 поражений, 5 поражений досрочных, 4 победы нокаутом. В последних 8 боях победил лишь раз, и было это 5 июня. Надо сказать, что уже 29 июня снова вышел в ринг Шандар. И вот теперь через месяц приехал в ринг, в Ригу, для того, чтобы помериться силами с Ростиславом Плечко. 31 год Шандару Балашу. Боксер Ростислав Плечко. А вот и Ростислав Плечко. Призываю вас обратить внимание на этого парня. Вполне возможно, что это будущая звезда дивизиона из Санкт-Петербурга. Дебютировал лишь в феврале этого года в «Профессионалах». Провел уже 5 поединков. Но лишь Седрак Агагулян, опытнейший боец, дотянул до второго раунда с ним. А были и опытные соперники Олег Солопаев и Нурло Мерзаев на его пути. Но всех сломил Ростислав уже в первом раунде. Ростислав Плечко на весах показал 97,2 килограмма. Шандар Балаш с изрядным лишним весом почти 113 килограммов. То есть разницу представляете себе 16 килограммов почти. Но я думаю, это не спасет Шандара по прозвищу Блэйки. Шандару 31 год, как я уже сказал, Ростиславу 27 лет. Работает с ним никто иной, как Владимир Зимин. Успешно много лет работал в Японии. Потом с Николаем Валуевым. Ну, вы прекрасно знаете этого наставника. Посмотрим. Посмотрим. Очень фактурный Ростислав. Простите, я назвал Александра Васильевича Зимина Владимиром. Это досадное недоразумение. Так что ошибку эту исправляю. Ну, вот, знаете, одна беда может быть у Ростислава. Он в прекрасной форме, очень фактурный, как я уже говорил. Но вот может помешать как раз нехватка веса. Очень мощный удар. Левша сразу бросился на противника. Белый угол. Белый угол, иди. Уже на первых секундах массу неприятностей в виде точных ударов создал своему сопернику. Заряжен просто на нокауты, заряжен на бой. Ростислав, ну, тут у венгра очень мало шансов. Как тигр меряет ринг. Ростислав готов броситься на противника. Обратите внимание, начал, раз уж я говорить о весовых категориях, о весах. Начал он, дебютировал в феврале с весом 105 килограммов. Сейчас 97. 8 килограммов за полгода. И все. Победа Ростислава. Но тот венгер сломался после первой атаки, по-моему. Мне кажется, что не вполне ожидал он того, что с ним произойдет. Да, слышал, конечно же, и видел, наверное, какие-то бои Ростислава. Видел его послужной список. Но одно дело все это знать теорией. Другое дело ощутить всю мощь в ринге. Очень сильный парень физически, конечно же, Ростислав Плечко. Вот так вот в первом раунде закончил поединок. Какой, ну по-настоящему, не пугайтесь этого слова, зверь был в бою после боя. И я вас уверяю, поговорил немножко с ним на взвешивании. Сегодня еще встретились совершенно другой человек, когда боя нет. Открытый, улыбчивый. И располагающий к себе. Но он профессионал. Он должен делать то, что он сегодня и сделал. Ну, посмотрим, посмотрим, когда оппозиция у него будет уже более высокого уровня. Я думаю, что это произойдет в следующем году. Пока что, пока что ему нужны соперники, вот, ну, повыше классом, конечно, чем Шандер Балыш. Но тоже попробуйте найти. Того, кто согласится, чтобы ему устраивали такую трепку. Но нужно уже таких ребят, которые хотя бы 3-4 раунда могли выстоять. Это не значит, что результат ему будет другой. Но, по крайней мере, не нокаут в первом раунде. Может быть, стоит поискать именно тяжелых ребят. Потому что, ну, вот, 113 килограммов Балыша – это совершенно не 113 спортивных килограммов. Это такой пивной животик. И, ну, мне кажется, что явно недотренирован был венгр. Ну, что сейчас об этом судить, что об этом говорить, когда победа одержана. И Розислав Плечко еще порадует нас. Ну, а вы запомните это имя и постарайтесь. Одерживает! Постарайтесь следить за его выступлениями. Ростислав Плечко! Могучий парень Ростислав одерживает шестую победу. Шестую досрочную победу. Пятую победу в первом раунде. Все больше, чем в порядке, только что-то очень как-то быстро ты его сделал. Ну, дольше выходили, чем боксировали. Но в целом я доволен. Тренер недоволен. Почему? Ну, говорит, поспокойнее. Слишком уж не убираю. Ладно, а что ты тогда на ужин кушал или на обед что-то такое агрессивное, такое взбодренное? Или не кушал сегодня, поэтому? Я просто хорошо поспал днем. Из-за этого много энергии. Ну, хотелось подраться, не получилось. Будут еще бои, все впереди. В Риге мы тебя еще не видели. Как понравился город, как понравилась атмосфера, организация здесь. Ну, еще раз повторюсь, конечно, чуть-чуть не хватило. Может быть, третьего, четвертого, может быть, на следующий раз и пятый, шестой раунд. Ну, хочется сказать, что высокий уровень организации. Хорошо встретили. Хорошая команда организаторов. Помогают спортсменам. Приятно, что люди пришли. Бокс, конечно, у вас не на самом высоком уровне. Но благодаря таким спортсменам, как Брэдис, который помог в организации, таким мероприятиям, я уверен, что большое будущее в Латвии боксе. Вот. К сожалению, придется заметить, что вот город, с которого я приехал, да, мой родной город Санкт-Петербург, в плане промоушена, отстает от Риги. И, честно говоря, будем это тоже исправлять. Я хочу, как Брэдис, и боксировать, и помогать в организации шоу в перспективе. Ну, теперь все ясно, почему ты так быстро его закончил. У тебя свободное время. Сейчас будет просто последить за следующими боями. Просто дел еще по горло. Поздравляю. Большое спасибо тебе. Приезжайте еще. Ну, вот вы все сами слышали. Интеллигентный человек из культурной столицы. Ростислав Плечко. И могучий суперпежеловес. Очень перспективный. Я думаю, что один из самых перспективных в России. Ростислав Плечко.